Доброе утро! У нас с сыном навалило за ночь столько снега. Мам, знаешь, что мы сейчас произошли? Посмотри, какие сугробы. Что, малыш, с тобой произошло? Эта красная машина чуть меня не задавила. Да ты что? Я там стояла, и чуть меня ехала задавила. А ты не смотрела, что ли? Смотрела. Это человек какой-то там сидел. А, папа его отругал? Моей подруге сегодня юбилей. И мы быстренько заехали. Она даже не знает поздравить ее с таким замечательным букетом. Забрали дочую саду. Смотрите, какой она красоту. У меня сама вылетела без помощи. Сказали, старалась. Фантазия. Бабочка. Это же бабочка еще и с сердечком, да, чушь? Да. И еще давай цветочка неба, солнышко. Спасибо, моя золотая. Я прямо поставлю на самое видное место. Ездили немножко, затарились в магазин. Хотела вам отснять, пока не разложила все. Купили вот такую кашу мистраль 5 злаков утром Арине. И нам кушать вот такую овсяную. Вот такие обожаемые петелинка. Набор. Там как крылышки, маленькие такие ножки, бедрышки. В общем, очень вкусные. Киндер пингви. Вот такие чудо очень любим. Кворошки. Ренат вот такие воздушные кворошки любит. А я просто обожаю вот такой йогурт во слое. Черри. Мой один из любимых чаев. Спринг мелоди. И эрлгрей люблю. Вот этот тоже лучше люблю. Помело. Мы постоянно сейчас кушаем помело. Это просто нереально вкусно. Салат. Это я любимую кулинарию. Своя кулинария. Вот совсем свежие-свежие. Ватрушечку. Дом. Дом. Деревню сметану. Это тушенку Ренат себе взял. Эклеры. Арина захотела. Яблочки грыми. Бананы. Лимон. Пасту я буду делать в терияке завтра. И чебапчичи у нас есть. Ветчина из индейки. Это Ренату. Хлеб бездрожжевой тоже в кулинарии. Булочка с маком. Огурцы тоже нормальные нашли. Швебс-гранат какой-то новый. Ну и собственно все. А, нутелла. Это Ренат с Ариной. Обожаю ее. Не ем. Остальное мясо и все, что нужно у нас есть. И вот еще салат. Есть. Да, салат сняла. Приготовила, как бы хотела, пасту в терияке и чебапчичи. Субчик Арина хотела с лапшой домашней. Хотела вам рассказать, какой я сейчас декоративной косметикой пользуюсь чаще всего. Из всего моего арсенала, который у меня сейчас имеется, очень много было по этому поводу запросов. И вот сейчас я вам покажу. Это именно то, чем я пользуюсь на протяжении, наверное, последних месяцев чаще всего. И не прибегая к другим средствам, которые у меня еще имеются. То есть что-то добиваю, что надо добить, а что-то просто очень люблю. Сейчас все достану и покажу. Это у меня дома такая косметичка стоит, а это так, походная. Для тональных основ я сейчас заканчиваю вот такую Hello Flavas от Benefit в оттенке Honey. Я смешиваю эти две основы. И вот это Clorance. Я ее обожаю. Просто вот эта SPF 15 слишком для меня светлая, а эта темноватая. Это больше на лет, когда загорелая кожа. А если их смешать, то просто идеальный тон получается. Так, это у нас сейчас 105 беж. А, нюд. Далее. На основе добиваю, не смотрите на вид, мои любимые румяна от Benefit Королиста. Я просто их обожаю. Хочу их уже закончить и приобрести новые. Я им не могу изменить этот цвет. Он его любимый. Просто осталось на донышке. Такие они персиковые. Очень красивый цвет. Очень на щечках свежо выглядит. В плане бронзера, если мне хочется, вот такой от Calistar использую. Опять снова о нем вспомнила. Хочу его добить. Оттенок у меня уже, к сожалению, столься. Таракотово. Такие неяркие. На лето это просто что-то будет на загорелую кожу. Сейчас совсем чуточку. Так, продолжим. В общем, вот такой бронзер. Очень красивая упаковка у него. Замечательная. Это, наверное, мой наилюбимейший хайлайтер от NARS. Просто потрясающий оттенок. Такой с золотистыми краплениями. Деликатное свечение дает. Такой прям свежий-свежий вид. Единственное, чтобы им не переборщить, но дневной макияж надо совсем немного. На пальчике плохо фокусироваться. Ну, вы поняли, очень приятная текстура. Шелковая. До внешней пудры от Vivienne S'Aboy я ей закрепляю в данный момент макияж оттенок А3. Хотя у меня пудр куча рассыпчатых, прозрачных. Но вот прям очень мне нравится эффект от этой. Ношу ее только вот в основном, когда уже макияж готов, под глаза, на носик. Чтобы дольше держался и на лоб. Тоже уже до дырочки. Почти все у меня уже использовано до дырочки. Хорошо, надо все заканчивать. Так, ну теперь, наверное, туши покажу. У меня в фаворитах три туши, которыми я пользуюсь постоянно. По очереди один день и одну, другой день и другую, третий день и третий. В общем, именно эти три. Моя любимица, неизменная, это от Maybelline The Colossal Volume. Я обожаю, вы все знаете прекрасно. Вот такая тушь Max Factor 200 калорий. Очень интересная у нее кисточка. Она у меня новая. Когда была совсем, только открыла, немножко ресницы склеивала. Но это только за счет того, что она еще была совсем-совсем свежая. Чуть-чуть сейчас уже подсохла и классный эффект от нее. И новиночка от Eva Mosaic. Вот такая тушь. Воу, это больше на дневной вариант. Обычная черная, не водостойкая. Она красивая делает разделение и удлиняет. Но объема там не сильно много. От этих двух тушек конкретно именно объем идет. Я их больше вечером даже люблю. А вот это днем. Она просто куда-то... Ну, в общем, такая она красивая. Разделение и удлинение, но не объем. Сейчас кисточки покажу. Такая классическая кисточка. Ничего лишнего. Туши от Eva Mosaic. Приятная, не силиконовая. Вот такая интересная изогнутая кисть. Большая у Max Factor туши. Видите, она уже чуть-чуть подсохла. Ну, никак не подсохла. Не совсем влажная бы была. В общем, тоже обалденный эффект. И тоже натуральная кисточка не силиконовая. Ну и мой фаворит неизменный на протяжении многих лет уже. Желтенькая, угольно-черный пигмент. Мебелиновская. Просто обожаю. Очень подходит размер кисточки. Классическая форма. Она не силиконовая. Она прекрасное разделение. Не комкает, удлиняет. Дает огромный, хороший, достаточно объем. В общем, люблю. Тени, которыми пользуюсь каждый день. Вот, особенно на дневной макияж всегда-всегда. Это вот такая ножечка. Обожаю ее, наношу ее все время. От L'Etoile. Моя любимая Color Tattoo от Maybelline в оттенке. Это какой у меня? The Rose 91 Creme The Rose. И такая новиночка у меня от Max Factor. Даже не ожидала, что я куплюсь в такие тени. Очень красивые оттенки. Пользуюсь, как вы поняли, вот этим и вот этим сереньким. От Maybelline кремовые тени, кстати. Очень их люблю. У меня много разных оттенков. Вот этот просто он очень хороший. Как база даже идет, красивый. Такой бело-бежевый цвет, одношечки. Это у меня какой оттенок? 503. Сейчас на себе покажу. Сейчас нанесла, покажу вам четверочку от Max Factor. Я даже не ожидала, что эти тени могут так здорово переноситься, весь день держаться. И у них просто невероятная шелковистая текстура. Вот будете в L'Etoile или в Riffgoche, обязательно потестите, насколько они мягкие. Шелковистые. Я не знаю, как прямо писать. Очень мягкие тени. И повседневные базовые оттенки просто потрясающие, как во мне. Получается шиммерный, два матовых и такой, ну, более сатиновый вот этот. Потрясающе. Бровей каждый день сейчас использую вот такую двоечку от L'Etoile. Очень она мне нравится. Браво Артист Medium Dark. Пользуюсь как тенями, соответственно, так и воском. Очень подходит к моему. В общем, к моему цвету бровей не рыжит, так сказать. Четыре основных, две помады и два блеска. Один из них бальзам, который тоже использую, чередую каждый день. В основном, когда я просто куда-то выхожу ненадолго, всегда использую. Беру на даче, везде вот такой бальзам для губ купила в аптеке. Японская вишня. Хорошо увлажняет. Недорогой. Даже не знаю, что это за марка. Приятно пахнет. Без цвета. Очень люблю, очень напоминает Эклад Минут. Я вам как-то показывала вот такой блеск от L'Etoile розовый. Такой же сделан, прям наподобие Эклад Минут от Clorans. И запах, и текстура, такой как масло. Очень приятный розовый цвет дает. И две помады от Rilouiver белорусская. Это у меня оттенок. Такой он коричневый Trendy Nude Dark. И моя любимая увлажняющая помадка от L'Etoile в 401 оттенке. Тоже такой нежный-нежный розовый. Очень хорошо увлажняет губки. Сейчас покажу. Вот в таком он оттеночке. Кремовая помада. Нежно-розовая, нюдовая. И вот это Rilouiver тоже такая, более в коричневый цвет. Не матовая она. И совершенно не сушит губы. Красивые оттенки. Вот так они выглядят. Что у меня с фокусом? Очень мне нравится. Сейчас вот я им пользуюсь. И у Rilouiver интересно очень закрывается помада. Она на магните. Не на магните, а на щелочке. Сейчас покажу. Чтобы открыть, надо вот так надавить. Оп. И она такая открывается. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Я удовлетворила ваш запрос насчет того повседневной моей на данный момент декоративной косметики. Как вот это все закончу, начну пользоваться другим. Так как у меня слишком сейчас как-то много накопилось косметики. Единственное, что мне надо купить новое будет, это румяна. Румяна и, наверное, тональное средство. А теней, блесков, это очень много. Надо заканчивать то, что есть. Продолжение следует...